Всем привет! В этом видео немного про атрибут, а точнее про то, как его вставить в доспехи и оружие. Также в видео вы найдете коды, коды ПА, которые требуют расшифровки. Расшифровка находится в описании. Первый знак вопроса это буква, а второй знак вопроса это цифра. Они состоят в парах. Пары найдете внизу. То есть это все парами, ребят, парами. Охоту за кодами можно активировать. Желаю вам приятного просмотра. Итак, атрибут вставляются в доспехи и оружие, тем самым усиливая их боевые характеристики. Для того, чтобы вставить атрибут, нам понадобятся итемы, руда, кристаллы и самоцветы, которые мы можем достать у таких НПЦ, как Ян или Инь. Они находятся в руне и в Адене. Итак, открываем диалог с НПЦ. В моем случае это НПЦ Ян, который находится в руне, так как в руне меньше всего народу. Кликаем по строчке «Купить руду стихии». Здесь у нас полный перечень необходимых предметов. Руда, кристаллы и самоцветы, которые нам понадобятся. Обратите внимание, что справа в меню у нас расположены необходимые предметы. Для руды понадобится лишь Адена. Для кристаллов уже понадобится руда плюс Адена. А для самоцветов кристалл и Адена. Если оружие и доспехи пустые, то есть там нет никакого атрибута, нам придется начать именно с руды. Покупаем необходимое количество руды. Нажимаем «Обмен». Для того, чтобы вставить руду в снаряжение, нужно кликнуть на руду правой кнопкой мыши, либо два раза левой. Кому как удобно. Откроется меню «Усиление». В строке мы можем менять значение количества руды, которую мы хотим вставить. Я поставлю 10. Чуть ниже расположены уже предметы, в которые мы можем вставлять атрибут. Вставлять мы можем только в активные предметы. Пусть у нас это будет кожный доспех левиафана. Нажимаем «Принять» и затем «Усилить». После этих манипуляций откроется окно со статистикой, где мы увидим, сколько успешно усилилось, сколько было файлов и сколько руды было лишней. Что касается оружия, в оружие уже потребуется нам больше руды. Поставим значение 22 и выберем у меня свободное пухло. Попытки усиления у меня было 22 штуки. В доспехе успешно усилилось 6 штук, 16 штук сфейлилось, неиспользованных 0. Да, именно обратите внимание на то, что в доспехе руда усиливается практически 100%. А что касается оружия, то здесь уже есть шансы файлов. И нажимаем «Подтвердить». Руды обычно уходят в доспехе по 10 штук, чтобы вставить до капа капу доспехов 60 единиц. В оружии чуть больше от 25 и выше в связи с шансами файла. Кап у руды для оружия будет 150 единиц. Вставка руды в доспех гарантированная, а вот в оружии шансовая. Пожалуйста, запомните. В один предмет мы можем вставить 3 разные стихии. Обратите свое внимание на то, что в один предмет нельзя вставить противоположные друг другу стихии. К примеру, тьма и святость. Чтобы нам усилить до 120 единиц нашу стихию, нам уже понадобятся кристаллы. Также мы обращаемся к НПЦ и выбираем кристаллы. Обратите внимание, что руды уже потребуется 5 штук и также немного АДНМ. Все благополучно вставилось. Итого у нас 120 единиц для доспеха. Что касается в оружии, в оружие мы вставляем все по такому же принципу, но капу оружия уже будет 300, но учтите, что в доспехе тоже может быть шанс фейла. 120 единиц мы можем вставить в любой доспех, но конкретно в R110, если вы являетесь счастливым обладателем этого снаряжения, вы можете воспользоваться уже самоцветами. Для этого нам уже потребуется обменять 35 штучек руды на 7 штучек кристаллов и уже выбрать самоцвет. Один самоцвет будет стоить 7 кристаллов огня и 5 миллионов АДНМ. Я люблю вставлять по одному, то есть вот так вот стоять и обменивать, потому что у меня был случай, когда я делала сразу много и у меня просто все фейлилось. Это было очень обидно. Либо вы можете наделать сразу много, но вставлять по одному. Можно ли вставлять сразу все? Можно, но у меня был такой случай, когда я вставляла 10 штук и из 10 у меня оставился лишь один самоцвет. Это было ужасно, я была в шоке. Итак, наш эпичный выход. И усиливаем. То есть принцип один и тот же. Можете обратить внимание, что у меня неудачно усилилась одна штука и 7 вставилось хорошо. То есть мне не хватает еще одной штучки сюда доставить. Вот так это выглядит. То есть так это выглядит для доспехов. Примерно так же будет выглядеть для оружия. Разница лишь только в количестве. Что касается доспехов, у R110 доспехов кап 180 на стихию. Что касается оружия, в оружии кап 450. Можно ли удалить стихию из доспехов? К примеру, мы поставили не ту стихию, которую хотели. Можно ли ее удалить? Да, можно. Так же мы открываем с вами диалоговое окно с МПЦ и уже кликаем на строчку удалить стихию из снаряжения. Выбираем снаряжение, доспех или оружие, в котором мы хотим удалить стихию. Можно так же будет выбрать, какую стихию мы хотим удалить. И нажимаем удалить. Обратите также внимание на то, что итемы не возвращаются. В какой пропорции вставлять атрибут? Для ПВЕ игры вставляют атрибут гармонично. Три доспеха один сет атрибута и три доспеха противоположный сет атрибута. Есть отдельные игроки, которые вставляют определенный сет атрибута в каждый доспех. Это связано с тем, что они качаются в определенных локациях с определенным атрибутом и больше никуда не ходят. Для ПВП саппорта выбирают чаще гармоничный вариант вставки, в отличие от ДД. ДД либо имеет два комплекта сетов, либо бегают, меняют атрибут на нужные, в зависимости от ситуации. Если я что-то забыла о забывашках, я напишу в Телеграме. Что касается поддержки, то вы всегда можете поддержать меня, зарегистрировавшись по моей реферальной ссылке. Взамен вы получите куб партнером. А я благодарю вас за внимание, подписки, лайки и комментарии, которые вы оставляете. Вы же оставили лайки и подписались на меня. Желаю вам приятной игры и до встречи на Твиче.